Приветик всем! Сегодня мы приехали на шахту сланца Хониста. Погода сегодня абсолютно нелётная, очень сильный ветер и дождь, но это нас не пугает, потому что здесь много ходить по улице не надо, а мы с вами зайдём сегодня вовнутрь горы. Кому это интересно, присоединяйтесь и пойдём смотреть, а кому не интересно, просто проходите мимо. Билеты я купила сегодня утром и сегодня же мы приехали сюда на экскурсию по сланцевой шахте. Туры проводятся с интервалом полчаса и каждый тур длится полтора часа. Приходить сюда надо за полчаса до начала. Билет для взрослого стоит 17,50 английских фунтов, детский 9,50. Дети до 6 лет идут бесплатно, а дети до 16 лет со взрослым, который платит за свой полный билет, тоже идут бесплатно. Эта шахта до сих пор работающая. Расположенная в самом сердце озёрного края они хранители зелёного сланца Вестморленда. Это великолепный камень возрастом 450 миллионов лет. Этот камень несёт в себе истории из прошлых эпох, поскольку на протяжении многих поколений его высекали из этой самой горы. При входе, где надо проходить на тур, расположен небольшой сувенирный магазин. Здесь, конечно, большинство сувениров сделано из этого же сине-зелёного сланца. Как потом сказал наш гид, здесь добывают самый лучший сланец на Земле. Трудно сказать, когда первый сланец был добыт на руднике Хоннистер Слейдмайн, но, вероятно, это произошло во времена римской оккупации. Фрагменты сланца Хоннистер были найдены на месте римской бани в Равенсглас и форте Харнот. Возможно, римляне создали путь через холмы, известные как Мозес-Троуд, чтобы доставлять сланец в прибрежные порты. Гораздо позже монахи аббатства Фернесс, владевшие землёй в Борроудейл, также считаются первопроходцами, но ни одно из этих утверждений не доказано. В ранние времена эта часть Лейклэнда была бедной и отдалённой землёй, с небольшим количеством дорог и с ещё меньшим количеством жителей. Ближайший город Кэссик находился в полудне ходьбы от Хоннистера. Чтобы было понятнее, расстояние между этими двумя точками неполных 15 километров. У первых рабочих карьера не было возможности с комфортом доехать до Хоннистера. Большинство шли пешком из Кэссика рано утром в понедельник и жили в горах до конца недели или даже больше, обрабатывая сланец вручную в любую погоду. Шахтёры также приходили из таких отдалённых мест, как Эгремонт или Вайтхевен в западном Камберленде, чтобы провести неделю, работая на сланцевой шахте Хоннистер. Сейчас мы заходим в комнату, где всем нам раздали каски, гид нас познакомил с ланцем и мы ждали автобуса. Наша группа была вторая за сегодняшнее утро, и здесь было 32 человека. За нами уже приехал автобус, так что идём и садимся, и он нас повезёт к самой шахте. Дождь становился всё сильнее и сильнее, но ничего, зато лучше видны водопады. Первое реальное сохранившееся свидетельство о добыче сланцев Хоннистер датируется примерно 1643 годом. В то время люди использовали грубые методы, чтобы оторвать сланец от поверхности утёса, где была обнаружена жила. Шахта Хоннистер Слейдмайн – последняя работающая сланцевая шахта в Англии. Добыча зелёного сланца в Эстморленд ведётся в этом районе с конца 17 века. Помимо добычи, это также популярная туристическая достопримечательность в национальном парке «Озёрный край». Примерно 3-4 минуты вверх в гору на автобусе и остановка, от которой пешкомната пройти примерно метров 100 до входа в шахту. Виды отсюда, конечно, открываются потрясающие, но на такой погоде особенно не настримаешься. Итак, заходим в шахту в темноту и включаем свет на наших кастах. Справа шахта, которая сделана уже машинами, а слева мы идём в старую шахту, которая разрабатывалась вручную. К 1870 году подземные выработки Хонистера простирались под утёсом Хонистера с промежуточными выработками на противоположной стороне долины в Тисовых утёсах. Для вывоза готового сланца из шахт использовались упряжные лошади. Это включало спуск грузов по крутым тропам, пересекавшим скалы на вершину перевала Хонистера. Шахта Дабс была известна своим более мелким сланцем, поскольку более мелкие куски сланца были доступны из-за геологии, но это привело к некоторой нестабильности. К 1879 году новые владельцы шахты, которые также арендовали и управляли другими карьерами в Боролдейл, установили самодействующие наклонные стрелы для обслуживания шахт Хонистер и Юкрекс. Несмотря на стоимость строительства тех инженерных шедевров, финансовые затраты были оправданы, поскольку они повысили эффектность работы шахт. Например, наклон карьера Дабс позволял поднимать сланец вверх, а затем спускать его вниз в долину. К 1888 году производство достигло 2598 тонн в год. Затем нам показали короткий фильм, где мальчик рассказывал, что ему уже 8 лет и он уже мужчина, который вместе с отцом может работать в шахте. И как это в то время происходило? До 1905 года в шахтах люди работали за купоны, которые после они могли обменять на нужные вещи, например, еду, одежду или кое-что другое. А после 1905 года они стали работать уже за деньги. Итак, 20-й век. Шахты вернулись к работе, которые прерывали из-за Первой мировой войны и нехватки рабочей силы в это время. Однако не потребовалось много времени, чтобы производство возобновилось после прекращения военных действий. К 1926 году после смены руководства и нового директора президента Робина Хуара дела шахты пошли на поправку, и производство значительно возросло. Значительные изменения были проведены по всем карьерам. Например, работы были электрифицированы с помощью двух четырехцилиндровых дизельных генераторов. А до этого каждому рабочему выдавалось по четыре свечи. Каждая свеча горела час, а работали они по 14 часов в день. Несмотря на вынужденное закрытие в 1943 по 1945 год во время Второй мировой войны, производство продолжалось в 1950-х и 60-х годах, хотя шахта Йокрег в то время была закрыта из-за сложных условий кровли. В 1981 году все карьеры Баттермейер-Весморленд-Гринслейд были приобретены сыном и отцом Муром. Пара представила программу усовершенствования и был сделан большой объем капиталовложений. Это включало установку рельсовых эскаваторов, аккумуляторных локомотивов, усовершенствованного подвижного состава и расширение специальной подземной механизации и систем. В 1985 году семья Мур продала компанию и ее карьеры к компании «Алфред МакАлпин», а в 1989 году и эта компания прекратила работу на всех карьерах. Проводились только уход и техническое обслуживание. Это те самые четыре свечи, которые ранее выдавались рабочему на весь день. В 1997 году шахта была вновь открыта местным бизнесменом Марком Вейером, который реорганизовал горнодобывающую часть, производя небольшие партии кровельного сланца, а также превратил это место в туристическую достопримечательность. Здесь нам показали небольшой фильм о шахте и его нынешних владельцах. Марк Вейер, хозяин и управляющий Хорнистер Слейдмайн, в возрасте 45 лет погиб в Камбрии, когда его вертолет «Газел» разбился около рудника. Он был профессиональным пилотом. Но несчастья случаются. А мы выходим из шахты, идем к автобусу и отправляемся обратно. ВОСТОРНОСТРА 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 Вот и закончилась наша экскурсия. Выходим опять через сувенирный магазин. Здесь для нашей семьи мы купили стельки из овечьей шерсти. Зимой может быть и пригодится. Цена за пару 5 английских фунтов. Достопримечательности вокруг шахтового комплекса включают в себя Центр для посетителей, подземные экскурсии по выработкам и первую в Англии Виа Феррата, где участники используют страховочный пояс, чтобы подняться по тропе по скале. Этот аттракцион оказался очень популярным в 2011 году, был удостоен награды «Лучший туристический опыт в озерном крае» от «Cambria Tourism». Использование оригинальной шахтерской тропы по крутому внешнему склону «Флитвик Пайк» является как физически, так и морально сложным. Затем последовала версия «Экстрим», которая поднимается в два раза выше, чем «Шард». Совсем недавно Хомистер открыл опыт «Climb the Mine», следующее по маршруту оригинальных подземных горных выработок. Между тем, производство сланцев Хомистер сейчас находится на рекордно высоком уровне. Мастерская на склоне горы не только продолжает древние навыки и традиции обработки сланцев с помощью молотка и зубила, но и экспортирует такие продукты, как кухонные принадлежности, вывески и напольные покрытия в места по всей Европе, США и Азии. За последние два десятилетия Хомистер посетили многие знаменитости. Среди других ярких моментов съемки сцен в улице Коронации и участие известных спортивных звезд в гонке «Тур по Британии» на перевале Хомистер. В центре для посетителей есть ряд информационных панелей, демонстрирующих историю шахты, ее персонажей, ее триумфы и ее катастрофы. Шахта производит кровельный сланец. Центр открыт круглый год, 7 дней в неделю. А еще в шахтах зимовать любят летучие мыши. Так что для тех, кто приедет на экскурсию сюда зимой, будет отдельный экстрим. Ах да, совсем забыла сказать. Парковка для тех, кто просто оставляет здесь машину, 5 фунтов за день. А для тех, кто посещает любой аттракцион с ланцевой шахтой, парковка бесплатна. Думаю, на этом сегодня и все. Нам с вами пора уже прощаться. Мы едем домой. А вам хорошего дня. И до новых встреч здесь же на канале Лены МК. А куда нас занесет в следующий раз, даже я сама не знаю. На этом сегодня и все. Пока-пока.